идея внесения изменения генеральный план стало решение изменения трассировки аэроэкспресса ну не дарами для кого секреты зрителей что у нас планируется строительство и давно планировал строительство аэроэкспресса между пулкова и соответственно центром города соответственно в предыдущей версии 15 года у нас выход был на балтийский вокзал а сейчас как все уже успели увидеть наверно публичных случаях состоящихся в эти дни выход у нас и теперь соответственно на ритмский вокзал соответственно воспользовался этим комитет по развитию транспортной структуры и таким образом образовался пакет который вносит генеральный план сразу скажу ничего другого сейчас но по крайней мере постановление правительства вот 17 октября было именно так и сформировано как по внесению изменений в объект транспортной инфраструктуры поэтому сейчас на суд публики что называется на публичное слушание выносились именно эти проекты именно они обсуждались вот самым интересным наверное был восточный да я просто его не затрону поскольку он как раз находился в пакете в нашем городе не единичный случай когда мнение граждан учитывались при принятии важных решений я думаю вам это будет лучше сделать чем мне даже вот поэтому активность действительно была большая особенно в низком действительно и красногвардейском районе где была наибольшая активность и где трасса по сравнению с своим предыдущим положением кем-плане 15 года изменила свои свое положение это связано с рядом обстоятельств как не знаю борислава еще может не повезло в публичных слушаниях ему недостаточно хорошо объяснили мы я лично был на публичных слушаниях несколько районе лично принимал участие и все что могли гражданам объяснить мы объяснили и как пройдет трассы и в каком варианте будет проходить и какие будут предприняты меры по шуму защите сколько санитарно-защитная зона предполагаемо я почему все время говорю предполагаемого надо ответить что в генеральный план было положено городостроительное обознавание а вовсе не рабочий проект как многие думали и это обоснование было сделано стройпроектом институт соответственно то есть данные которые были озвучены даже нами на слушании они имеют предварительное значение нельзя на них опираться как на стопроцентно сейчас борисович сейчас сейчас и мы честно об этом сказали абсолютно честно у граждан безусловно возник возникли сомнения так ли хорошо они прочитаны ну да безусловно они просчитывались бы на следующих этапах рабочего проекта экспертиза которая однозначно была сделана это понятно вот но что я хочу сказать действительно граждане высказали массовый протест против именно такого прохождения магистрали а что значит массовый протест массовый протест это все участников слушаний вот примерно сколько вы знаете я могу только сказать только текст вы от тех участников слушаний которые были в зале ведь слушание подразумевает еще и письменную форму просто может кто-то не знает да мне интернет можно напрямую нет 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 это делается не через интернет до этого еще не дошли хотя нет дошли почему в интернете тоже подавали да если в администрацию района в форме интернет заявки в определенный срок четыре дня приходится заявление гражданина за против там лишь какое-то предложение тоже кстати реально абсолютно есть конкретные предложения изменить по-другому например приложить трассу и не просто не хочу а хочу вот так кстати что приветствуется с нашей стороны да это можно сделать даже и по интернету но обычно подают все заявки и часто с рисунками или чертежами собственного изготовления ну я еще ничего плохого здесь нормально абсолютно ну я думаю в низком районе это будет практически сто процентов либо с иным решением трассы либо вообще против строительства каких иных предложений кроме как те которые высказали на слушаниях или четыре дня после них рассматривать потом в том что депутаты не имеют права они могут нести от себя тему только то что внесли граждане можно рассмотреть это правда и вот четыре дня после слушаний можно прийти в районную администрацию написать отдать поправки по любому району потому что генплан один на весь город и тогда эти предложения обязаны включить протокол и их обязаны учесть заключение по итогам слушаний потом обязаны их поставить на голосование в комиссии по генплану а потом уже в законодательном собрании тоже это можно рассматривать если всего этого не делать то потом вторяю будет поздно жаловаться сюда мнение граждан важно она может быть наверное быть решающим но только в том случае если это все граждане они те люди которые пришли я вам могу привести обратный пример прекрасно можно организовать публичные слушания на которые придут именно те люди которые нужно и скажет именно то что нужно а пример привести я не хочу приводить пример я говорю что технически возможно я могу наверно вы понимаете что это возможно сразу привести пример что на слушание когда-то по автоцентру пытались и пригоняли массовку целую которого забивала там ползала только все но мне удалось добиться результата но я вот возразил очень просто так же как на выборах решение принимают те кто пришел значит остальным не интересно если люди не реагируют никак если даже не управляют предложений значит им все равно я понимаю что нельзя проводить слушание на стадионе на новом футбольном например но тем не менее вот я считаю что хотя бы если определенный процент предложений категорически против какого-то предложенного варианта должно быть хотя бы основанием того чтобы отправить документацию на переработку паре славичева готов был с вами согласиться но вы оперируете на поле выборов а я могу сказать что на поле выборов даже они состоятся признаются состоявшимся если есть определенный процент избирателей александр вы это стали от жизни барьера явки уже нет не ноль один сколько пришло столько пришло даже один человек да если даже один человек придется все равно выборы признают состоявшим готов признать что я не следил в заключение нашей беседы такой вопрос отталкиваясь от самого популярного варианта ответа в нашем голосовании уже 62 процента так что действительно ли последний паровоз уплыл или вот те четыре дня после окончания слушаний все еще не стекли и на выходных что я хочу сказать что у вас вопрос не в бровь в глаз да действительно на выходных спокойно можно успеть абсолютно до 6 числа и включительно причем в последний район в которых проходили публичные слушания подать свои предложения так что все вскакиваем с дивана я хочу еще заметить что все районные администрации работают если граждане не поленятся зайти в них выходные дни свои предложения у них они их сто процентов примут отличная новость подводим итоги голосования все цифры озвучиваем да конечно я ходил на слушание по геноплану так говорят 6,6 процента наших пользователей нет даже не думал 30,6 ходил из праздного любопытства менее процентов 80 если бы знал о слушаниях сходил бы но теперь уже поздно 62 процента вы только что их переубедить оказывается еще не поздно пытались поздно и можно было бы это прямо в нашу афишу включить кто в театр кто куда а кто на слушание а я с предложением кто в район с предложениями послушать а